Приветствую вас, уважаемые телезрители! «Поминайте, наставники ваши, и же глаголоша вам Слово Божие!» Так обращается апостол Павел к нам в 13 главе своего послания к евреям в 7 стихе. Именно с этих слов апостолов мне желанно приветствовать всех вас в День памяти святых славных, всехвальных и первоверховных апостолов Петра и Павла. Этот воскресный день совпадает с Днем их памяти. И нам сегодня, конечно, приятно вспоминать таких наставников, какими были святые апостолы Петр и Павел. Наставников, богодухновенная проповедь, которых обращала тысячи людей, заставляла умолкать уста мудрых и сильных мира, живое и действенное Слово которых гремело по всей Вселенной и потрясало самые закоренелые сердца. Святая и чудодейственная жизнь которых светилась во тьме мира, подобно лучезарному полуденному свету. Но при этом светлом, радостном ощущении праздника в душе возникает некое чувство с оттенком тонкой грусти. «Почему?» – спросите вы. Отвечу. Вдумайтесь. Как счастливы были те люди, которые сами слышали богодухновенную проповедь святых апостолов, видели собственными глазами их великие подвиги и их славные чудотворения. А в каком положении мы? Нам выпало одно воспоминание. И часто невнимательное чтение их творений выпало не видение или слышание великих, богоизбранных проповедников Евангелия Христова, – самовидцев и свидетелей ипостасного Слова Божьего, принявших непосредственно от самого Господа и Слова жизни, и спасения, и силы чудотворений, и власть отпускать человеческие грехи. Ведь слова и дела живого человека так же живы, как и он сам. Они непосредственно действуют на наши чувства, а потому и впечатление их живее, полнее и совершеннее. Но, с другой стороны, и воспоминание имеет свои преимущества перед видением и слышанием. Преимущество в том, что оно действует не на чувства внешние, способное поражаться, но одновременно и обманываться, и заблуждаться, а на чувства внутренние, на сердце, разум и совесть. И потому и поучения через воспоминания менее поразительны, но более глубоко и сильно. И вот в этом отношении благоговейное воспоминание наставников, ушедших порой даже лучше и полезнее, нежели слышание или видение живых. В самом деле, когда мы читаем в Писании о чудных действиях святой ревности мужей богоизбранных, когда видим Илью, приводящего в трепетное молчание студных пророков, Вааловых и весь народ израильский, когда смотрим на Моисея и Даниила, грозное слово которых потрясает страхом чертоги царей, где слышались до этого одни боязливые и заискивающие слова, когда взираем на предтечу Христова, смело обличающего Ирода, на Петра, апостола Петра, укоряющего целый Синедрион в Христоубийстве, на апостола Павла, неустрашимого и в узах, и устрашающего правителей народных того времени. Когда вдумываешься во все это, то сердце невольно исполняется благоговение, душа начинает ликовать этим ревнителем славы Божией. Невольно приходишь в восторг и умиление и желание видеть этих чудных мужей, слышать их молниеносное слово. Но если вникнуть глубже в эти состояния духа, то откроется, что пламенная ревность посланников Божиих приятна для нас только издали, во глубине времен, когда она не касается нас самих, не трогает наших слабостей и пороков, наших привязанностей и страстей, представьте себе, если бы эти великие ревнители славы Божией и чистоты нравов явились сейчас между нами, если бы мы сами со своими слабостями и пороками стали предметом их грозного обличения, если бы их прозорливый взгляд проник в глубину нашего сердца, если бы их молниеносное слово обнаружило наши тайные мысли и чувства, желания и стремления, если бы пророк Илья или предтеча Иоанн стали посреди нас, что бы мы услышали? Как убежите от грядущего гнева, сотворите уба плоды достойны покаяния? А если бы апостол Петр, видя неверность сердца нашего пред Богом, сказал нам, «По что, Сатана, исполни сердце ваше, Салгати, Духу Святому?» Если бы апостол Павел пришел к нам со своей палицей, чтобы предать Сатане беззаконную и сказал нам с властью апостольской, «Измите злое от вас самих, очистите себя от всякой скверны плоти и духа, или не знаете, яко Божий храм есть те, и Дух Божий живет в вас, аще, кто храм Божий растлит, растлит его Бог?» И скажите, не убежали бы мы сами от их всепроницающего взора, как убегали от них многие современники. Не возненавидели бы мы их, как ненавидели их обличаемые ими, не стали бы злословить и преследовать их, и не подверглись зато страшной участи, на которой осуждены избившие пророков. Сомневаюсь. Вот почему появляется оттенок грусти в радости праздника. А если вспомним, что во времена Христа распявшие Господа и гнавшие посланных им апостолов, говорили, «Если бы мы были во дни отцов наших, не были бы сообщниками им в пролитии крови пророков». А если вспомним, что и люди, преследовавшие и избивавшие посланников Божиих, думали, даже были уверены, что они службу приносят Богу. Когда думаешь об этом, грустно становится. Правда? Но оттенок грусти растворяется в радости. В радости осознания, что любовь, милосердие и снисхождение Божие безгранична в нашей немощи. Вот почему нам дано видеть и слышать этих грозных провозвестников правды и суда Божия не вблизи, а в отдалении веков. Вот почему их живое и действенное слово не падает на голову нашу, как близкая молния, и не поражает нас громом, а тихо проникает в наше сердце, как животворный луч отдаленного светила. Вот почему мы можем прилагать грозное слово их к язвам своей совести, прилагать не как раскаленное железо всепожигающего обличения, а как умягчающий пластырь тайного вразумления. С праздником всех нас приветствую и поздравляю! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok